Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Глобальное потепление приводит к снижению уровня кислорода в пресноводных озерах, расположенных в поясе умеренного климата. Это угрожает биоразнообразию и качеству питьевой воды, сообщает международная группа ученых, чья статья опубликована в журнале Nature. Исследователи проанализировали более 4500 температурных и кислородных профилей для почти 400 озер по всему миру, собранных с 1941 года. Большинство долговременных записей собрано в зоне умеренного климата, охватывающей от 23 до 66 градусов северной и южной широты. Оказалось, озера теряют кислород в 2,75 – 9,3 раза быстрее, чем океаны. С 1980 года уровень кислорода в обследованных озерах умеренной зоны снизился на 5,5% на поверхности и на 18,6% у дна. Это связано с повышением температуры пресной воды, которая увеличилась на 0,38 градуса по Цельсию за десятилетия. Концентрация растворенного кислорода в поверхностных водах снизилась на 0,11 мг на литр за это же время. Хотя озера составляют лишь около 3% поверхности суши Земли, они содержат непропорционально высокую концентрацию биоразнообразия планеты. Повышение температуры также способствует размножению сине-зеленых водорослей, цианобактерий, которые выделяют токсины, опасные для существования других живых организмов. В таких озерах на глубине содержится мало кислорода из-за затрудненного перемешивания между разными слоями, а на поверхности, наоборот, уровень растворенного кислорода растет, что является признаком цветения цианобактерий. Снижение уровня кислорода может привести и к размножению анаэробных бактерий, выделяющих метан. В результате озера начнут выбрасывать еще больше парниковых газов, что способно усилить глобальное изменение климата.